Здравствуйте! В студии Татьяна Каминская, и я с удовольствием представляю своего собеседника. Сегодня на мои вопросы отвечает митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Здравствуйте, Владыка! Здравствуйте! Очень приятно видеть вас в начале года, значит, год должен сложиться очень хороший. Мы с вами разговариваем в канун Крещения и, еще говорят, сочельник. И поэтому хотелось бы несколько тем осветить. Начнем, наверное, с храма собора Александра Невского. В этом году, в год 800-летия Александра Невского, этот храм откроет свои двери для прихожан. А вот скажите, пожалуйста, есть храм, есть стены, внутри иконы, роспись. А что нужно сделать, чтобы он стал храмом, а не просто зданием, красивым зданием? Ну, во-первых, храм – это собрание людей. И церковь понимается как собрание верующих людей. И чтобы он стал настоящим храмом, местом, где приносится молитва Богу, приносится бескронная жертва, то, значит, он должен быть наполнен живыми людьми, людьми молящимися, которые обращаются к Богу от всего сердца, от всей своей души. Безусловно, основным моментом переходного этапа от строительства бухслужебной деятельности, деятельности молитвенных, духовной, является освящение храма, освящение собора. И вот в этот юбилейный год для нас очень важным основным моментом будет визит святейшего патриарха Кирилла, который, мы как ожидаем, надеемся, освятит храм Александра Невского, потому что по его благословению он начал свое строительство, возрождение, когда еще святейший патриарх был митрополитом. И поэтому этот важный факт для каждого из нас, мы будем отдельно обговаривать святейшим патриархом вместе с нашим губернатором Андреем Ивановичем, будет определена дата, но это, скорее всего, уже сентябрь месяц. А сейчас, пока вот в планах, буквально недавно, накануне Рождества, с Андреем Ивановичем были на объекте, поднимались на леса, смотрели, как идут росписи, внутренние работы, отделка. И уже к Пасхе, ко второму мая, будут сняты ограды, ограждения, то есть люди смогут уже непосредственно подойти к храму вплотную, будут закончены росписи основные в храме, то есть все внешние работы будут окончены. Останутся внутренние отделочные работы, цокольного этажа в том числе, которые должны закончиться уже к осени этого года. Вот сказать, что, невзирая на сложную ситуацию с нововирусной инфекцией, все-таки работа продолжается достаточно активно. Вот работают большое количество людей, и как строителей, так и изографов. И при всех темпах строительства, быстрых этих темпах, можно ответить качество работы и строителей, и отделочников, и художников. А вот о художниках можно подробнее? Кто эти художники, кто эти люди, которые расписывают внутреннее убранство храма? Слава Богу, можно сказать, нам повезло. Расписывают храм одни из лучших иконописцев не только России, но и мира. Вот Александр Александрович Лавданский с его командой, вот компания Киноварь. И, конечно, у них огромный опыт работы и в России, и за рубежом. Но надо сказать, что они прекрасно владеют стилем византийским, в котором построен наш храм, и сложности вызывают росписи на большой высоте, на криволинейных плоскостях. Это вот в нефах, на апсидах, в куполе. Особенно сложно, когда большие фигуры, где-то в 4 раза превышающие масштаб человека. Да, но представьте себе, например, расстояние между глаз в 4 раза больше. Вот, значит, надо изобразить, соблюсти все пропорции. И бывает иногда у художников даже в прошлых веков и столетий никогда несоответственно наблюдаются. Например, часто мы наблюдаем в ногах, ноги такие большие, как ласты. Или наоборот, очень маленькие. Потому что, когда рисуешь такого маленького, ты можешь отойти и посмотреть. А здесь не отойдешь, да, здесь не отойдешь. Здесь упадешь. Ты отпускаешься, значит, по вертикали на 4 метра вниз. И сопоставлять визуально эти пропорции очень сложно. Вот у нас посещал эксперт, подрядший комиссии по культуре. И он отметил высокий уровень росписи и как раз соответствие этих пропорций. Что не всегда наблюдается. Ну, я считаю, что прекрасно справляются не с этой задачей. И уровень росписи, да вообще храма, конечно, он выходит далеко за рамки нашего города, нашего региона. Я думаю, что все волгоградцы, жители нашей области, могут гордиться храмом Александр Невского, которого по праву мы называем сердцем нашей области, сердцем нашего региона. Если вернуться к фигуре самого князя Александра Невского, прочитала, перечитала его еще раз биографию и выяснила, что ведь он родился в Переславле-Зарезском, откуда вы к нам, молодыкой, приехали. У вас возникал вопрос, почему Волгоград, Сталинград с Арицем и Александр Невский? Ну, на самом деле, все очень связано. Александр Невский провел очень большую часть своей жизни в пределах столицы Золдой Орды. И здесь, в наших Волжских степях, он в 1261 году основал Сарайскую епархию. Представьте себе, вот, казалось бы, в столице Орды языческого государства основывается не просто какой-то приход или храм, а целая, значит, структура епархиальная. Ну, кстати, это было как раз поводом и для упреков в адресе Невского, что вот он в Орде смирился с ханом и выполнял его приказания, готовил людей к переписи населения. Это была мудрая и тонкая политика дипломата, о которой, в частности, упоминал и Ломоносов, о дальновидности Александра Невского как политического деятеля, как государственного правителя. Это помогло не только сохранить русские княжества, русские земли, русскую культуру и русскую веру. Бывает в жизни, например, при формировании Вселенной или, там, значит, коры земного шара, какие-то процессы в определенный период происходят. А потом уже вся дальнейшая жизнь происходит на основании того, что сформировалось. Вот Александр Невский был тем, можно сказать, киргольным камнем, который сформировал в XIII веке фундамент для дальнейшей политической, межгосударственной, межэтнической, межконфессиональной деятельности и отношений. Поэтому мы сейчас развиваемся в том векторе, который создал Александр Невский. У нас этот год юбилейный еще в том отношении, что мы празднуем юбилей основания Сарайской епархии, 750 лет. И у нас еще в этом году 30 лет основания Волгоградской епархии. Круглый дат, круглый. Да, причем, видите, это вне воли человеческой. Мы даже не могли подумать, что через такие столетия, через такие исторические вехи вдруг совпадет такая, значит, дата одна, другая, третья. Вообще говорят, случайности они не случайны. Ну, человек верующий, он всегда понимает свою жизнь под промыслом Божиим, что Господь устрояет стопы человеку. И наша задача – понять этот промысел о себе, о тех людях, которые тебе верены, и строить свою волю, с волей божественной. И тогда, как правило, человек приносит максимально положительный результат. Мы этот результат видим на примере служения Александра Невского, который, например, Ключевский называл ярчайшей, ведущейся личностью, героической личностью в истории русского народа. Как вы считаете, как быстро наш храм станет именно центром притяжения города Волгограда? Я думаю, что он уже становится центром притяжения, еще продолжается стройка, а вокруг него в Электрадовском сквере уже ходят люди, вот уже и мамочки с детьми отдыхают, и молодежь, и пожилые люди. И это же прекрасно, то есть храм – это основа жизни, это центр единения разных совершенно социальных слоев населения. И я думаю, что когда откроются его двери, в него будут ходить не только верующие люди, но и те люди, которым интересное искусство, потому что те росписи, которые… Мне безумно хочется посмотреть. Ну, невозможно не любоваться. Они завораживают, они вдохновляют. Причем хочется сказать, что на стенах собора отображены лик не только вселенских святых, вселенского православия, Василия Великого, Иоанна Златоуста, Николая Чудотворца, но и тех князей наших русских, которые провели определенное время в Золотой Орде. Вот такая глубокая связь, историческая связь и духовная связь будет отражена на стенах собора, и особое внимание будет, конечно, определено для Александра Невского, где будет отражена основная часть его житья именно как дипломата, как государственного деятеля, как военачальника непобедимого и как миссионера-просветителя, который здесь организовал такой духовный центр, который, между прочим, был еще своего рода дипломатической миссией, потому что сарайские епископы устанавливали отношения с Византией, в частности, и с Ордой, и с Россией. Поэтому здесь такая очень глубокая связь, которую, думаю, нам еще предстоит развивать, изучать и доносить для наших современников. Это то, что называется «творите историю сегодня». И мы с вами встречаемся, мы начинали с этого, и завершаем интервью в канун крещения Господня в Сочельник. Что нужно знать или что нужно сделать каждому православному человеку в этот православный большой праздник? Ну, надо радоваться вместе с Господом. То есть верующие люди приходят в храм в этот праздник, разделяют адрес праздника в молитве, участвуют в таинстве Евхаристии. И, конечно, в этот день освящается всех вод и естество, и мы очень трепетно относимся к святой воде, крещенской или боговленской, как мы ее называем. Стараемся ее принести домой, окропить этой водой дома, помещения, квартиры, служебные офисы. То, с чем соприкасается наша жизнь. И мы верим, что через эту святую воду освящаются и все предметы нашей жизни. Но также мы стараемся и сами освящаться этой водой, принимая ее внутрь с молитвой. Дай Бог, чтобы благодать Святого Духа в этот праздник, в эту священную ночь и во все дни нашей жизни привела с нами, нас просвещала, укрепляла, заставляла на всякое дело благое. Спасибо большое за интервью. И дай Бог, чтобы все напасти и беды минули нас со стороны. Спасибо вам. А вам, дорогие телезрители, напоминаю, что сегодня моим собеседником был митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. До свидания и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин